мир вам он работает блок рэббити я не поп я православный верующий христианин пришел рассказать и совершаешь большой грех друг поскольку ну вообще не на православных нарвался на я проповедую ареста распятого и воскрешу вот такая книга дома есть не слышишь я тоже проповедник короче скинни бабок не надо церковь построить по-братски вы проповедник какой веры у меня есть своя вера у меня есть короче своя вера церковь хочу построить понял но без креста но вы без христа церковь не построить в этой книге написано как нам надо жить что-то сломалось что вы все едите почему вы едите мир вам здравствуйте мы проповедуем христа распятого и воскресшего для нашего оправдания у вас есть такая книга дома нет 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 таких книг не учим а какие вы учите книги такая руан да 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 а здесь что написано вот здесь а я наше таджикистки написали а таких на учить не понимаешь для таких не понимаю таких наш наш языка никто не понимает что написано нет у нас есть есть к с человек поучить арабский он понимает я по-арабски научить хочу узнать что написано и ни у кого узнать не могу а вы где живете казань татарстан республика они тоже эта книга читай да читайте ну я иногда читаю конечно но у нас вот книга библии она была на 600 лет она раньше еще была на 600 лет чем коран здесь истина здесь и в ней написано ибо нет другого либо не под небом данного человека в котором он убежал бы нам спастись это имя иисус христос да 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 а наш а наш книга тоже написано таких просто у нас другой а у вас другой но я ваш только никто не трогаю я проповедую иисуса христа который умер за наши грехи был распят на кресте и воскрес мусульмане вы в это не верите вы отвергаете вы говорите что он был радом пророк да да мы не верим в вашу книгу но вы не верите вы позже на 600 лет пришли позже и отвергайте что было до вас написано уже я по-русски говорить не смогу просто знаю просто я не верю у нас таких у вас таких всего доброго спасибо мир вам мир вам мир вам фидер страта как тебе мои цветочки солнышко мир вам а ты веришь в бога конечно я увидел мы не то что веру в бога мы живем для бога и встретимся с живем для бога у вас такая книга дома есть есть в этой книге как нам надо жить чтобы кто я написал ее написал написано святые божьи человеки движимый духом святые человеки человеки то есть писал бог движимый духом святым написано дух святой писал откуда ты знаешь тоже от не психи написали два с половиной миллиарда человек на земле только сегодня знаю что это написано богом сколько миллиард миллиардов за все время знали опытом это познается когда ты исполняешь там написал бы тогда ты понимаешь что такое не мог человек пророчества которые сбываются постоянно которые написаны такая стопа а что у тебя сбывается все пророчества которые там описаны все сбылись также касается конца конца мира какой будет апокалипсис там описано и сейчас уже мы видим некоторые мы оттуда предтечи этих вещей которые там описано ну ка например мне интересно допустим люди время было две тысячи лет назад в апокалипсисе что перед приходом антихриста точнее антихрист когда будет непосредственно тот кто не примет его печать печать тогда неизвестно было что это за печать сейчас понятно что это какой-то либо чип будет или еще что-то человек не смог кто не примет не сможет продавать и покупать когда деньги были бумажные там всякие железные невозможно было это человеку запретить то есть ты где-то там живешь деревне тебе никто не мог ты там все купишь продаж у тебя деньги будут продал что-то тебе сколько лет я договорю сейчас понятно сейчас понятно что допустим когда переход на электронные деньги человеку можно перекрыть все это будет лучше человек не сможет ничего не купить не продать то есть все к этому идет там это было описано еще 2000 будет единый правитель можно было предугадать ну хотя а где это было написано книга апокалипсис откровение ивана бога страшно книга апокалипсис откровение ивана богословность бы последний книг зачем богу нам помогать вот если вот так вот типа пророчества зачем зачем богу нам помогать не слышу дарк зачем ну вы допустим создали до часы сделали выбросили на дорогу дай и на и чтобы по ней машины ездили если мы создание божье как не помогать он создал типа вы разум часы не разум а мы разум как я говорю даже если не разум плясать даже если не разум это вы не выбросите это чтобы расширить его не собирался не вы создали если он что говорить если вы разум личность создали ребенок выбросите на дорогу что чем у нет зачем ну вот но он взрослеет и он потом сам развивается но вы ему все дадите для этого правильно что самое что лучшее что есть это видел бога вообще хоть раз написано бога не видел никто никогда да почему тогда в нем верят пушкина не видели наполеона не видели мы знаем что он был и если вон то по его знаем по его творению мы бога как мы все дивно устроены как мир дивно устроен сколько всего есть в мире того как все сложно и умно устроена как человек вот то что ты рукой двигаешь что ты совершенно математически много чего можно просчитать как все взаимосвязано в мире это все совершенство бога то есть это было продуманный я бог откуда сделать бог ниоткуда он вечный был понятно бог был всегда он вечный это туда мы даже не можем свой разум и туда это невместимым для нас надо останавливать свой разум просто потому что есть вещи невместимые мы только знаем из вот из этой книги святую библию что бог сотворил не сотворил человека дивно с этой другую литературу читал повторите кроме этой библии много что читал но это библия является книгой всех людей спросили даже делали какое-то исследование но что-то собрали вот допустим сказали вас закроет на всю жизнь в тюрьме и вас выбор взять какую-то одну либо книгу и что-то там 90 что ли процентов ответили что библию возьмут собой даже не верующим верующие это же навязано а как-то относите к теории то что религию и вот веру в бога придумали давным-давно ну блять до нашей эры осуждаю за мат вот и мы делали это все для того я не матерюсь сделаю все для того чтобы управлять народом чтобы объяснять почему темного почему день очень просто любое можно так как бы создать вообще любую коммунизм создали чтобы управлять народом фашизм всем чем угодно можно управлять народом в том числе и религии я говорю не о религии я говорю о христе распятым воскрешен что господь сошел в мир взял наши значит не религию это не интерес не интересно и потом даже с научкой точке с научной точки зрения ну и что что допустим ты говоришь ты там обе объяснишь то что вот можно управлять через религию народу ну и что это это отменяет наличие бога никак не отменяет философски даже подойди к этому я как-то получился что бог начал сам себя проявлять типа зачем он проявил ты знаешь что все понаслышь нас иначе говорится навязано все придумано начал себя проявлять каком смысле начал творить сотворил мир это нет створю мир это одно а вот когда он начал взаимодействовать с этим миром так он его и создал что прославить чтобы человек познал его но с этой целью создал и прославил его это же самое то что я типа ребенка создам и буду заперти держать и проскать и за поебать это проявление любви божией он его не бросал как личность лично бог это лично которая создала все вот эти личности которые там каждого из нас заложила в нас свободу как у него есть свободу и вот как мы распорядимся этой свободы если распорядимся как бог заложил как он хотел когда мы вечное блаженство приобретем а если вопреки тогда вечная погибель с дьяволом и ангелами его жестко но зачем и господь дал он право такое дал человеку ты можешь погибнуть то есть вечную вечную гибель приобрести то что мой организм обычные то что мы просто сами либо это две звезды насколько я знаю они там вместе столкнулись как-то я не знаю я не помню всего этого но из-за этого произошла планета а потом когда но теория большого взрыва знаете кто предложил католический священник ее научное сообщество сразу отвергла но потом пришли к выводу что действительно мир произошел ну то есть по науке от большого взрыва библия всегда говорил о том что у вселенной есть начало то есть было какое-то начало вселенной бог начал творить наука пришла к это вот только недавно это вот через католического священника который вот теорию только большого взрыва это процесс описывается как она сотворил библия же говорит о том кто это сотворил и зачем это как оно реально было но мы не знаем еще давай заходите мир вам хорошо хорошо слышно проповедник мой славный царь батюшка у вас такая книга дома есть да такая книга дома есть библия библия святая библия для человека не материтесь пожалуйста можете друга попросить я попросил уже да извините его царство небесное моему другу брат братом братишка не вы не переключайтесь я серьезно своего чтобы спать очистить душу нашу на чтобы мы не погибли а мыть кровь он да я знаю он пожертвовал свою кровь он короче вино но безалкогольные и вкушают хлеб это я знаю да ну и мы должны свою жизнь отдать подсветить богу чтобы вот короче так как на голову вы в церковь ходите все верно я тоже верю но вы ходите в смысле исповедуетесь прочищает не просто верим в бога бесы тоже веруют и трепещут написано надо надо жить свято господь потому что сказал будьте святы как и я чтобы быть свободным от греха не пить не курить не материться чтобы не обманывать зачем вот погибать в этих во всех грехах а как жить тогда если ничем не материтесь мне не утешать себя ложное утешение вы сами это поймете вы даже сами вы выпейте покурите потом опять душа страдает и поэтому ищет как-то себя где учишь а утешить можно только у бога потому что вот наоборот я пью для настроения ты просто обманываешь себя и все а то есть господь может успокоить так душу что никогда не будет толкать то есть не не надо будет этого на всего вы это же обман это понятное дело кого алкоголь чему привел только к смерти аминь это это место место разврата здесь делать нечего я сюда пришел как садом и гамора на правильно таксадом и гамора это старое будет сожжено просто заходите на наши ресурсы у нас богатые ресурсы называется во свете библии называется канал ю тубе стали в ю тубе да у нас там 42 миллиона просмотров всего канал отвечаете да все весь канал 42 миллиона просмотров в общем 42 2000 по видео 16 тысяч видео вы увидите как живут верующие люди чем они сейчас вы че тоже не посмотрите вы строится православная община деревне вы сейчас тоже до снимаете получать да я снимаю я чисто куда то конечно вы будете в ю тубе отвечаете хороший разговор вы ничего вывод лично матом открытым оком а свете библии напишите дайте там стоит такой дедушка бородатый вы увидите во свете библии во свете библии но он открыт а когда видео выйдет когда видео выйдет в течение дней десяти точно понял ну вы нашли канал нет я сейчас не искал и сейчас вот запишите запишите потому что забудете забудьте вы больше богаче канал никогда не найдете вот к вам сейчас может сказать бог самый богатый канал пополнен духовной жизни этот духовный свет ну такая фигня во свете библии открытым оком запишите зайдите вам на всю жизнь будет это полезно и вашим родителям всем покажем аминь что ты там пьешь я не пью мир вам милом в нм мир вам мир вам добрый день добрый день добрый день вы чего голые сидите я в одежде какой-то голый в одежде тут половина голых сидит мир вам мир вам что там спрятались выходите на свет мир вам что там спрятались выходите в свет Что-то у вас не слышно Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего Вас интересует Спасение души Вопросы божественные о Боге Как душу свою спасти От грехов Как угодить Богу Надо жить свято Покаяться в своих грехах И принять жертву Иисуса Христа В свое сердце Потому что Он умер за наши грехи Вы знали об этом? Ну да, я слышал Ну вот, надо принять эту жертву Исповедоваться, пойти в церковь Больше вот сюда Не заходите Здесь это помойка, разврат один Здесь ничего вам делать Что вы тут забыли? А вы почему-то сидите? Мы проповедуем здесь Мы проповедуем, чтобы людям сказать Что то, чем они занимаются За это их ждет страшный суд И гиена огненная С дьяволом и ангелами его Зачем вам здесь находиться? Будьте святы, Господь говорит Как я свят То есть каждый человек призван к святости А здесь один разврат, блуд И больше ничего нету Разврат, блуд И больше ничего нету Ну раз они покажут Я же не виновата Ну а вы смотрите Вот третье Вы то смотрите И вы этим заражаетесь Зачем вам это надо? И вы этим заражаетесь Зачем вам это надо? Заходите на наш канал У нас большой канал Ютуб Вот Ютуб есть Во свете Гибели называется Вы там много чему хорошему научитесь Вы там много чему хорошему научитесь А вы чат-рулетку снимаете, да? Да Да И вы себя, наверное, там увидите Да? Что? А сколько там подписчиков? 42 тысячи 42 миллиона просмотров 42 миллиона просмотров Как называется? Во свете Библии Открытым оком Во свете? Как там во свете? Во свете Библии Восвете Библии Открытым оком Открытым оком И вы увидите, там дедушка с бородой С книгами прям на обложке нарисована давайте найдите открытые ока открытым оком вот-вот-вот вы туда попали канал этот канал да там там должно быть написано во свете библии Игнатий Лапкин открытым оком что-то такое это точно ваш канал? да это наш владелец канал другой а мы все вместе его обогащаем а вот тут вот номер 28 и он вот 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 да 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 это вот все туда это вот найдите канал где-то все есть ой я вас вижу вечерние молитвы да да посмотрите там много интересных очень видео роликов почитайте библию там потому что есть воля божия не читайте не смотрите телевизор непосредственно волю божию можно узнать из библии можно узнать из библии ну если вопросов нет прощаться будем стоит ли делать прививки а стоит ли их делать вообще ну вот почитайте посмотрите давайте я тогда отхожу если вопросов нет по душе спасение души а это что за мужчина это вот Игнатий Лапкин то есть православный проповедник известный доверься богу большая большой человек человек святой жизни много-много он за слово божие пострадал его сажали за это в советское время когда было гонение на религию за веру то есть это исповедник вы можете если хотите скайпе на него выйти пообщаться с ним о нем несколько фильмов снято которые первое место на мировом конкурсе первое место в россии заняты давайте с богом мир вам мы проповедуем христа мир вам выходи там из тьмы кто-то о федор конюха побрился мир вам а вы шо бритый там зачем бреете бороду федору штерн почему бреете бороду нихрена непонятно вай-фай за троим вообще ничего не понятно мирова Здравствуйте. Здравствуйте. Вы верите в Бога? Ну, частично. Что значит частично? Вы как в личности, что есть такая личность, Господь, который сотворил мир, вас сотворил, нас сотворил. Вы сидите в чат-руляте, чтобы проповедовать Бога? Конечно. Мы сюда пришли людям сказать, что то, что здесь творится, это будет... Заято люди понесут ответ на страшном суде, потому что здесь разврат полный творится, здесь погибель, смерть. Что вы здесь делаете? Если здесь такое творится, то почему вы здесь сидите? Вам не кажется, что это странно? Чтобы людям сообщить об этом, проповедовать, потому что Бог-то пришел не к праведникам, а к грешникам. Можно же проповедовать не в чат-руляте. Это странное место для проповедей. У вас есть такая книга дома, к примеру? Да. Ну, вот здесь написано, как мы должны жить, и что будет, что было. Если эту книгу не знать, то в жизни ты никак не можешь ориентироваться. На что ты будешь опираться? Только на какие-то домосы, на ложь других людей? А в этой книге Господь изрек свою волю. Ну, знаете, люди, которые в это не верят, и в любом случае все равно, и они будут опираться на свое мнение, а не на чужое. Но они не могут упираться, когда против Слова Божия. Понимаете, когда Бог говорит, вот ты хоть что делай, ты упираться не сможешь, только отвернешься и будешь за это отвечать. Ну, смотрите, вот вы видели Бога? Бога не видел никто никогда написан. Ну вот. Как вы можете утверждать то, что Он есть? Очень просто. Потому что мы не видели Пушкина, мы не видели Наполеона, мы не видели Древнюю Грецию, мы не видели Александра Македонского. Но мы знаем, что Он был, мы знаем по делам, которые они делали, что они писали. А мы сотворены, как весь дивный весь мир устроен, как я сам сотворен, как вы сотворены. Это все дела Божии. Ну, знаете, когда нужна какая-либо помощь от Бога, то есть молишься, как-то пытаешься, чтобы что-то, какая-то сила от Него подошла, ничего не происходит. Вообще, просто пустота, ничего не происходит. Потому что вы молитесь на зло, на то, что вам не полезно. В плане. То, что вы просите у Бога и не получаете, вы просите то, что вам не полезно. Вот что вы просите? Допустим, благополучие в семье. Это разве плохо? А какое благополучие в семье? Как вы его представляете, чтобы оно было благополучно? Ну вот, допустим, у меня проблемы в семье. Я хочу, чтобы у меня их не было. Ну, например? Ну, например, у меня с отцом проблемы. С отцом. Ну, с отцом проблемы. Ну, с отцом проблемы. Ну, вы можете просто пример привести. Ну, допустим, болеет. Серьезно. Смотрите, да, серьезно болеет. А вы уверены, что ему здоровье нужно? Откуда вы это знаете? Когда человек болеет, он не грешит. Когда человек болеет, он скоро умрет. Так вы... Он не грешит в этот момент. Вы Бог-то... За Бога-то не решайте. Он знает, как обратиться с душой человека. Потому что, если человек здоровый, он идет и делает грехи многие. А если человек не верит в Бога, он делает грехи постоянно. Ему здоровье не нужно, и Господь дает ему время на покаяние. Понимаете? Вот и все. Тут, если отец болеет, ну, вы должны, конечно, ему все помогать. То есть, это будет хорошо, что у меня вскоре умрет отец. Если умрет... Он не такой он взрослый, чтобы умирать. Это не вам решать. Это... И ребенок может умереть. Это Господь решает, когда человек умирает. Из-за него. Если человек... Ну, представляете, смотрите. Всю жизнь человек живет здоровый. Сколько грехов он совершит. А если он умрет в детстве, то многие грехи он не совершит. Господь знает наперед жизнь человека. И заранее человека... Если, как бы, есть такая воля у него, то он заранее может забрать человека. Вы просто не... Это промысел Божий. Мы не его... Просто мы смиряемся перед ним. И все. Ну, вот я, допустим, в это не верю. То есть, я как бы... Я предполагаю, что он есть. То есть, в любом случае, какая-то сила, она есть в любом случае. Но вот то, что именно Бог, именно то, что... Вот именно так было. Именно так будет. Если я буду ходить в церковь молиться каждое воскресенье. Если я буду перед завтраком читать молитву. И что-то изменится. Нет. Я на протяжении... Вот мне сейчас 16 лет. До 14 лет я все это делала. Ничего не происходило. Ноль. Я перестала это делать, ничего не произошло. Все, все, все абсолютно так же. Нет. Произошло. Теперь вы пойдете по пути совершенно другому. Теперь вы пойдете, будете собирать все самые низменные грехи. Вы это еще не знаете. Это все будет. Вы будете... Найдете такого всем молодого человека, который вас бросит. Который будет заставлять делать вас аборт. Который вас будет обманывать. И вы будете ему верить, потому что вы отвергли Бога уже. Отошли от него. И вы не сможете правду от лжи больше отмечать. И вы пойдете по пути, которому идут 90% людей. И этот путь ведет в смерть. В грех. А если бы вы выдержали, как бы в той божьей... Идеально. Если бы вы выдержали вот этот период, 16 лет, где-то там с 4, с 10 до 25, выдержали, именно вот как вы говорили, молились по Слову Божьему. Тогда бы вам такую Бог награду дал, такого мужа дал. Надо выдержать это. Это испытание самое тяжелое юношеское в это время. Когда много соблазнов, много искушений. Но это все ложь. Капец. Мир вам. Да. Мы проповедуем здесь Бога. Милосердного Бога, который нас создал. Призвал в этот мир, чтобы мы познали его волю. Хотите вы что-то услышать об этом, узнаю. Мир вам. Выходите, что вы спрятались-то? Я вот открыто перед вами. Мне ничего не скрывает. Давайте. Смирно. Ты что, праведник или что? Праведник или что? Господь не для праведников, а для грешников пришел. Мы проповедуем Христа Распятого и Воскресшего. Вы проповедливаете воскресшего? Распятого и воскресшего Иисуса Христа, который пришел, чтобы взять наш грех на себя. Вы знаете об этом? Подождите. Иисус Христос, вы считаете, что это Бог? Конечно, это Бог. Второе лицо Святой Троицы. Это самое большое заблуждение. Это доказательство того, что вы некомпетентны в своей сфере, которую пропагандируете. Первое, что гласит, что не Бог. И вот дальше мне с вами просто не о чем разговаривать. Первое, что гласит? Повторите, первое, что гласит? Вы проповедуете Бог. С миром. С миром. Мы поведуем Христа распятого и воскресшего. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Вам что-нибудь интересно по спасению вашей души? Хотите избавиться от грехов? Жить свято? Такое вас интересует? Или вы готовы дальше оставаться в грехах и погибнуть? Нет. Если вас... Чтобы не погибнуть, надо знать вот эту книгу. Библия святая. Здесь отражена воля Божия. И мы должны по ней жить, и тогда мы спасемся. То, что мир нам предлагает, это все ложь. Увеселение, какие-то девушки, какие-то там. Это все ложь, блуд. А как же вы тут сидите? Здесь же, как сказать, некоторые типы сидят и, короче, кое-что плохое делают. Вот мы сюда и пришли, чтобы отвратить людей от этого дела. Потому что они ответят за это на страшном суде вечной гиеной, вечным мучением. Это делать нельзя. Ни рукоблудием заниматься, ни порнографию смотреть, ни в компьютерные игры играть, ни курить, ни петь, ни обманывать. А в компьютерные игры почему нельзя? Не материться. Потому что это ложь. Это ты становишься бесноватой. Будешь в компьютерные игры играть, ты даже в церкви не сможешь и часа пристоять. Ты будешь сознание терять. Потому что бесноватой становится. Я знаю людей, кто играл в компьютерные игры. Я сам играл. Слава Богу, я от этого отошел. Меня Господь от этого отвел. Это бесноватые люди. Никогда не играйте. Вы не сможете после ничего, вы не будете отличать правду от лжи. В жизни вы не сможете жить нормально. Это один из самых больших грехов сегодня для молодежи. Это компьютерные игры. Никогда в них не играйте. Выбросьте просто все игры, компьютер, если вы не можете. И читайте Библию, Святую Библию. Что-то вы сползли, вас не видно, что-то. Мы вообще не видим. И что уже помогли кому-то вы здесь? Ну, плохо его знает. Заходите на наш канал. Вы там много чему хорошему научитесь. У нас есть видеоканал в Ютубе. 42 миллиона просмотра. 42 тысячи подписчиков. 16 тысяч видео. А, I know, знаете канал? Я не знаю, я про свой канал, про наш говорю. Заходите на наш канал. Во свете Библии называется канал. Во свете Библии. А, просто, I know, это такой человек на Ютубе, он воздержанец. И всем советует. Там. Ну, молодец он. Зайдите, заходите на наш канал, вы там себя увидите. Хорошо. А как называется? Во свете Библии. Во свете Библии канал называется. Понятно. В каком городе? Я? В каком городе? Казань. Да. Понятно, я из Саратова. А как еще раз канал называть, скажите? Во свете Библии. Хорошо, спасибо. До свидания. Запишите его. Во свете Библии. Вы много чего полезного там найдете. Нигде в мире такого богатого канала нет. Нигде вы никогда не найдете такой канал. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Здрасьте. Ну что, хлопчики. Что тут сели? Кого ждете, пасете тут? Да никого, тебя. Ну тогда слушайте меня. Слушаем. Очень интересно. Вы в Бога верите? Верим. А в церковь ходите? Да. Православную, русскую церковь, да? Священника знаете? Да. Молодцы. А вот такую книгу имеете у себя дома? Нет, нет. Нет, не видел ни разу. Нет, я видел у нас урок вообще о ДНКНР. А что за урок такой-то? Ну, православный. А, ну вот. Ну вот в этой книге, представляете, отражено Слово Божие, то есть воля Божия. Представляете, Бог, который создал весь мир, вас создал меня. Все, что есть в этом мире, Вселенную создал, он написал, то есть он отразил свою волю, как нам жить, как он нас любит. Вот в этой книге, Святой Библии. Понятно. Он всех любит. Даже, даже грешника. Он любит грешника. Когда кается тот грешник? Он для него пришел, чтобы человек покаялся и не делал больше никаких грехов. И вы на будущее просто возьмите, не повторяйте за, не повторяйте за людьми, которые матерятся, обманывают, смотрят. У нас вот вчера была полиция из-за того, что у нас в классе один мальчик матюкается. Полиция уже. Ну правильно, потому что все начинается с малого. Все, кто начинает матюкаться, они потом начинают и воровать. Они начинают делать всякие плохие дела. Это все начало, как лестница. Вы никогда не курите, не пейте. Не гуляйте с кем попало. Читайте эту книгу, Библию, ходите в церковь и обязательно слушайтесь родителей. Потому что те, кто сошли с этого пути, все сейчас либо в тюрьме, либо погибли, либо стали последними людьми. Вам это не нужно? Нет. Вам надо исполнить волю Божию, которая описана в этой святой книге. Только так можно себя счастливым быть в жизни, только в таком случае. Самое главное, никогда не играйте в компьютерные игры. Запомните это. А мы просто сейчас в компьютере сидим, в чат-рулетке общаемся. Ну, тут не с кем общаться. Здесь разврат. Здесь не надо вам смотреть. Здесь просто гибель полная для человека. Здесь вам нечего делать. Не заходите сюда никогда. Ладно, до свидания. Мир вам. Русский. Не матерись, не матерись. Не материтесь, не материтесь. Можете не материться немножко хотя бы? Ну, давай. Хорошо. Ты добрый, доброго тебе чудесный гражданин. Можно вопрос вам задать? Без проблем. Вообще, для тебя хоть луну с неба. Вы почему бороду бреете у себя? Вы что, воюете против бороды своей? Каждый день бреете? Она плохо растет, понимаешь? Плохо, плохо. У тебя вообще шикарно. Что значит плохо растет? Как Бог сотворил, так и растет. Я буду называть Гимли. Гимли. Как Бог сотворил, так и растет. Зачем вы? Бога исправляете. Зачем? Что еще раз говоришь? Зачем, говорю, Бога исправляете? Он вас создал, хорошим, у вас приятное, хорошее лицо. А вы себя как женщину делаете. Зачем? А женщину... Это умный. Что это, да? А если я атеист? И что атеист? Нет, не так. Я скептик. Я скептик. Никакого отношения. Бог вам создал, дал вам бороду, а вы ее... Откуда ты знаешь, что... Откуда? Зачем ты мне такой говоришь? Бог вас создал. Меня, может, в капусте нашли. Ну, хорошо. Природа вас создала, и вы ее отвергаете, да? То есть вы говорите, я буду как женщина, зачем мне борода? Я лучше как женщину буду без бороды. Зачем вам это делать? Вы можете не материться? Не материться. Я тебе говорю, у тебя интернет заедает, Бога нет. Бога нет. Нет, Бога. Ты понимаешь, мы свидетели и еговые. Бога нет. Написано. Сказал безумец в сердце. Нет Бога. Они развратились и наделали гнусные дела. Вы просто какие-то гнусные дела наделали. Ты там что, в Библии сидишь в руках, что ли, дурак? Вы без мата даже не можете. Тя как жбать? Без мата не можете. То есть без скверных слов не можете и слова сказать. Как тебя зовут? Брат. Брат. Я вам не брат. Вы уже отвергли. Я вам хотел слово Божие сказать. А вы уже материться стали. Подожди. Подожди. Если Бог всех людей создал по образу и подобию своему, то получается все люди братья, верно? Как это я тебе не брат? Ты сам себе противоречишь. Вы отвергаете Бога. Если вы Бога отвергаете, то какой я вам брат? Для тебя-то я брат. Это ты для меня не брат, а для тебя-то я брат. Если вы, я по-вашему сужу. Если вы считаете, что Бога нет, то вы мне не брат. Брой, блядь. Барыны, блядь. Баран, ебали. А ты делаешь, не будешь. Иди так, убедишь. Помилуй. Спасибо. Спасибо. Помилуй, спасибо. Мир вам. Мир вам. Что ты там играешь? Что? 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 Играешь во что-то? Подожди. Не слышу вообще. У вас что-то там не так с колонками? Не слышно меня? Я не слышу, что у меня плохой интернет у меня. Подожди. Ну ладно, ладно. Пойду дальше. Пойду дальше. С миром. Ну что вы спрятались за очки, одели шапку какую-то? Это полностью костюм. Это полностью костюм. Ну понятно, понятно. Да. Ну мы, что вы тут забыли-то? Здесь разврат и прочее. Я смотрю, как люди дрочат. Ну и зачем ты смотришь за этим? Ты сопричастником становишься этого греха. Нет, чтоб подписать охуенные песни. А вы материться не можете? В плане. Можете не материться? Не могу. Тогда про поехали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Оставь, оставь пока, остановись. Что? Остановись, остановись. Без мата будешь песню-то петь? Я просто играть буду. Ну смотри, я тебе сейчас расскажу то, что тебе может никто никогда не скажет. Заходи на наш канал, во свете Библии называется. Там ты узнаешь, что много чего полезного для своей души, чтобы спасти душу свою. Во свете Библии запомни канал. Тебе в жизни это поможет очень еще часто. Я по такому не лазаю. Ну, не лазишь, но это нужно, без этого ты просто не выживешь. Надо знать, что Господь, как волю Божию надо знать о каждом человеке, о себе. А это воля Божия написано в Святой Библии, в этой книге. Вы ее читали когда-нибудь, нет? Читал. Вот по ней надо жить. Если здесь, в этом рулетке, вы сами видите, что творится. Здесь разврат один, здесь нечего делать. Кому вы там играть-то будете? Тут один разврат. Вам тут нечего делать. А за все то, чем люди тут занимаются, они будут нести ответ на страшном суде. И вот сюда мы зашли, чтобы людей предупредить. И дать им свет. Рассказать, что Господь умер за наши грехи. Что каждый человек может оставить свой грех. Покаяться. Исповедоваться. Сходить в церковь. И Господь простит и даст силы. Быть святым, делать добрые дела. И жить счастливо уже. А я считаю, что не обязательно ходить туда. Можно самому дома. Ну, таких примеров нету. Без церкви, Господь установил церковь свою. Дал власть священникам прощать грехи. Как вы? Вы даже если раскаетесь, вам нужно, чтобы ваши священнические руки на вас были возложены. Мир вам. Молодой человек. Вы, у вас такая дома книга есть? Нет. Святая Библия. Если нет, то приобретите ее где-нибудь. Возьмите в храме. В ней отражена воля Божия, как человеку жить, как чтобы душу свою спасти. Если вы ее знать не будете, вы по всем помойкам пойдете. Вот как вот эта помойка. У вас не будет ни жены хорошей, ничего не будет. Будете курить, пить, материться, лгать. Никуда вы не денетесь. И потом будете на страшном суде отвечать. Вам нужно, вам это просто зачем? То есть, если я не куплю эту книгу, то я буду бомжом там, да? Бомжом-то это самое лучшее. Я говорю про вечную смерть. После смерти вы будете в Дении Огненной. Если не примете, не узнаете про Иисуса Христа. Понятно. Мы православные христиане, людям проповедуем о Боге, чтобы они спаслись. Не сидели здесь тут, не занимались всякими непотребствами. Если у вас какие-то вопросы есть по спасению души, вы можете задать. Любой вопрос. По душе, по Богу. Все ответы есть. Все ответы во свете Библии. То есть, как Господь считает. Понятно. Привет. Финир вам. Ой, ты, наверное, в барбершоп ходишь. Не слышу. Ты, наверное, в барбершоп ходишь. Я не знаю, что это означает слово. А ты сам свою бороду укладываешь? Я мужчина, я не укладываю свои волосы. Да что? Мне Бог дал бороду, и я все, слава Богу, говорю. Нет, просто она обычно, знаешь, как бы пушком идет, а у тебя прям как уложено. Ну, по-разному. Ну, там, поспишь на одной стороне, она там размокрится, там, поспишь на другой по-другому. Ну, там, много чего. Растет и растет в себе. Борода это Бог так установил. Мужчина с бородой, женщина без бороды. Чтобы различие было половой, внешнее. А сейчас мужчины воюют каждый день против своей бороды. Каждый день встают, берут лезвие и воюют против нее. Ну, это безумие. Так Бог не творил мужчин. А в женщины почему-то портят свой образ. Вот у вас хороший внешний вид, а вы зачем-то накрасили себя, зачем вы, у вас и так хорошо все. А мне нравится. Нет, мне нравится красить, а почему бы и нет. Ну, ты считаешь, что если бы у тебя... Ну, сейчас много чего кожу портит. И продукты, и косметика, и уходовая косметика просто. А вот ты считаешь, если у тебя бороды не будет, ты не будешь выглядеть как мужчина? Ну, как это... Если вот у меня голосовые связки сделать, как у женщины, то это будет женская черта во мне. Так же, если у меня не будет бороды, это будет во мне женская черта. Потому что нет бороды-то у женщины, а у мужчины борода есть. А что я буду быть подобным? Зачем мне? Мне не надо, это я... Различие положено, Бог положил различие между двумя людьми. То есть, у женщины и мужчины. У женщины связки тонкие, у мужчины. Хорошо, а вот есть мужчины, у которых достаточно долгий период, либо вообще не растет борода, даже щетины нету. Ну, это... Но они же не пристыдят. Ну, ничего не поделаешь, если уж и не растет. Как вот бывает, рождается там с каким-то отклонениями. Ну, это ничего не... А почему Бог им не должно? Никакой вины нету в этом у человека. А если вот он борется против этого, воюет против своей бороды, воюет просто. То есть, убирает. Как правило, женщины этому вину, они заставляют. А мужик под каблучник сразу поддается. Ну, вот вы тоже, смотрите, вот вы покрашена, да? Ну, вот зачем вам? Вы же, чтобы угодить миру. Просто вот так принято в мире. И все. Ну, я бы не сказала. Понимаю, что-то я тоже могу объяснить. Принято как бы более нейтральная косметика, либо нюд. Вот. А мне... Я крашусь просто потому, что мне это нравится. Вот не всем нравятся яркие глаза. Вообще красный цвет, он достаточно такой агрессивный. Можно так сказать, что он не совсем приятен глазу. Но мне это нравится. Ну, вы... Ну, как бы... Вот я вам просто секрет расскажу. Вы, когда краситесь, вы действительно агрессивно становитесь для мужчины. То есть, мужчина, если он под каблучник, он на вас попадет. То есть, вы накраситесь, и вы ему понравитесь. Но он будет такой, за которым нельзя будет постоять. Потому что он будет вот на это внешние падки. Если... А если вы не будете накрашены, вы будете целомудренно себя вести, даже головой мою покрытую. То вас найдет такой мужчина, который вас защитит всегда. Который никогда вам не изменит. Не изменит. Как стена, которая будет. А так вы найдете только тех, которые падают. Ну, как почти. Мир вам. Спасибо. 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 Что вы тут накрашенные все, полураздетые сидите. Не понимаю я вас. Значит, что вы тут забыли в этом, в помойке в этой. Эти шланга, ёбаную, рот. Здравствуйте. Мы сюда зашли проповедовать Христа распятого и воскресшего для нашего оправдания. Вы в Бога верите? Да, я верующий человек. А у вас и такая книга дома есть? Да, есть. А вы верующий в кого? Вы Христа? Да, конечно. Христианин вы? Христианин? Православный? Православный. Мы тоже православные люди. Вот зашли в помойку у этого греха. Людям напомнить, что они за это будут отвечать, то, что здесь делают люди. Здесь вообще помойка полная. Да, я с тобой полностью согласен. Я-то сюда захожу пить, с людьми с нормальными пообщаться. Ну, а, конечно, в другой раз попадаются люди, ты сам знаешь, неадекватные люди попадаются, занимаются безобразием. Это правда. Да, вот перекрестишься, они аж падают. Это ужас. Правда, правда ты говоришь. Это то, что ты говоришь, это действительно так и есть. Ну, у нас, я вот вам, вы как православный, поделиться хотел. У нас огромные ресурсы есть. Богатые-богатые. Вот в канале есть YouTube, «Во свете Библии» называется. Православный библейский. То есть мы православные. Найдете, если запишите, «Во свете Библии» канал называется. «Во свете Библии»? Да. «Во свете Библии». Я запомню. Слушай меня, что я тебе расскажу. Тебя как зовут? Вячеслав. Дружище. Вячеслав? Меня Николай зовут. Очень приятно познакомиться. Слушай, сижу я, короче, как-то месяц, да, месяц назад, перед отъездом в Томск. А сейчас в деревне живу. А в Томске ездил по делам, там надо было уладить кое-какие дела. Но перед этим сижу вот тут я и такой общаюсь с людьми. Ну, раз парень какой-то попал и говорит. Парень, говорит, появился, показывает вид, что якобы он верующий, там и так далее, и так далее. Но он на самом деле, говорит, сущий дьявол. Ну, значит, про какого-то парня он говорит, что он проповедует якобы Библию, там все такое. Но на самом деле он совсем является другим. Понимаешь? Ну, это не я. Я сегодня только, сегодня первый раз зашел. Ну, вот за какое-то время. Нет, нет, нет. Да ты не подумай, я не о тебе вообще говорю. А я так понимаю, ты знаешь что, есть люди, которые, атеисты их называют, да? Атеисты, да, называют этих? Нет, которые... Которые не верят ничему, да. Они ничему... В дырку от Бублика верят. В дырку от Бублика. Только за... Да, как только им тяжело становится в жизни, тяжело становится... А Господь, я так понимаю, не просто так испытание человеку предоставляет какое-то. Как человек только чувствует себя между жизнью и смертью, сразу начинает за всякие... Бога принять, и все готов принять. Но перед этим он делает беззаконие. Полное беззаконие. Я с такими людьми видался, неоднократно видался, слышал, как они говорят. Но ты знаешь что? Я так думаю, Господь Бог, Он знает. Он знает и испытает любого человека. Любого человека может... Вот я знаю... Прости, что я тебе говорю. Я обязательно тебе выслушаю. Я убедился на своей жизни. Это реальная жизнь моя. Я тебе так скажу. У меня было общее заражение крови. Общее заражение крови. Оставалось мне жить сутки. Может быть, меньше суток. Спасти уже практически невозможно. Некого было спасать. И ты не поверишь, я после операции только глаза, как только открыл, и сказал... Я же молодой, мне 17 лет. Господи, дай мне один шанс. Прошу тебе. Я ему сказал. И вот перед Богом тебе истинную правду говорю. Врачи забежали, забежали врачи. Почему-то их 16 человек там... Ну, не знаю, много врачей забежало. И они своим глазам не могли поверить. Потому что анализы крови, они брали каждые, там, я не знаю, каждые два часа брали. Анализ крови. А общий. И они увидели резкое изменение почему-то, по какой-то причине. Резкое изменение. И они видят, глазами видят и не разумеют, и слышно понимают. Понимаешь? И второй раз. И третий раз так же. И вот я тебе хочу сказать, кто бы, чего бы не говорил, я непосредственно может быть, я Господу угоден, что Он меня бережет и хранит. Но я знаю, что Господь Бог есть. Есть. Воистину есть Господь Бог. И мне кажется, каждый человек, каждый человек, это так хорошо, что ты проповедуешь людям, говоришь о Боге, чтоб люди пришли к Богу. пускай смеются над нами с тобой, пускай нас хоть что, пускай. Я знаю, что Господь есть, и Он обязательно изменит, рано или поздно их жизнь изменит. Да, с молодежью, конечно, это родители тоже их... я так думаю. Ваш Бог, вот вам, да, действительно, вы сказали, да, пообещали, попросили Бога, чтобы Он дал вам еще один шанс. И Он сразу исполнил это по милости своей. Ну вот, и, собственно, может и сейчас мы тоже встретились, но не случайно, потому что Бог нас судить будет, для меня было тоже важно, когда я прочитал Святой Библии, что Он нас будет судить оказывается не потому, как о нас подумают люди, что мы сами о себе думаем, или что мы там придумали себе, а потом, он написано, отвергающий меня, не принимающий слов моих, имеет судью себя слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день. То есть Бог будет судить нас по Его Слову, а Его, когда я это понял, то я, где же Его Слово-то? А Его Слово, вот это как раз Святая Библия, в Нем Его Слово-то и отражено, и мы должны свою жизнь полностью вот под эту, под Его волю подвести, и тогда мы спасемся. А в этой жизни Он милует много, Он важен нам ту жизнь, которая будет после, чтобы спастись, на страшном суде дать ответ. Потому что Господь говорит, истинно говорю вам, за каждое праздное слово, сказанное людьми, дадут они ответ в последний день. То есть, я даже праздную пустое слово скажу, и я уже перед Богом буду отвечать. И вот это, если мы бы помнили, да, вот это, то тогда бы мы по-другому жили. А дьявол, он из головы это хочет выбить, чтобы мы не помнили, что Бог за каждым нашим словом следит, он постоянно за нами наблюдает. И вас Бог помиловал, и слава Богу, что вы живы, и пока мы живы, Господь, значит, нас мил, ты дает нам шанс на спасение. Но мы должны эту жизнь прямо использовать, этот остаток дней, чтобы исполнить его волю. А его воля написана в Святой Библии. И вот если вы в канал подпишетесь, там только верующие люди, вы увидите, как живут верующие люди. Строится православная деревня, единственная в России православная деревня, где, чтобы туда попасть, нельзя не лгать, он должен доказать, не лжет, что он не пьет, не курит, не матерится и не ворует. И когда он это докажет, только тогда с ним разговор начинается. Представляете, единственная в России православная деревня. И там община. Община. Там община. Да. И там вы видите, как живет община, как они занимаются. Во свете Библии канал. Самый богатый. А как деревня называется, прошу прощения? Потеряевка. Потеряевка. Понятно, понятно. Потеряевка, да. Это какая область? Это какая область? Это Алтайский край. А, Алтайский край. Я понял. Это Бару... Да, там недалеко от Барнаула. Игнатий Лапкин там, один из известных таких православных проповедников. Он там почти так, самый главный вот этот, двигатель этих вещей. Там приезжает митрополит, службу ведет Алтайский. Бружище, скажи мне, пожалуйста, многие в основном здесь люди от... Как только начинаешь им говорить о Боге, они сразу переключают ага, тебе? На 100 человек, один только можем поговорить. На 101. Ой, 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 ой. Ты представляешь, какое количество идут и куда не идут? Ты представляешь? Да. Я вот отправил название канала. Ага, да, 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 да. 42 миллиона просмотров. Там. Представляю, ну, такой канал хороший. Не, самое главное, чтобы Господу это было угодно. Вот то, что ты делаешь... Много людей приходит, много людей приходит, обращаются. Да, да, то, что ты делаешь, дружище, это Господу угодно. И то, что ты делаешь, Господь Бог богословит тебе. И вовеки, вовеки ты будешь, наверное, я так думаю, среди ангелов, наверное, Бог. Ну, Бог знает. Бог знает. Бог сам решит. Бог знает, да. Потому что написано, почему мы идем, написано, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. То есть, Бог нам всем дал такую заповедь, чтобы мы шли и людям нести благую весть. Вот у вас уже, вы уже можете нести, вы потому что вам Бог коснулся вашей жизни, и вы уже можете это проповедовать. И люди многие от этого уверуют. Мы это скрывать не должны, потому что Господь говорит, не может скрыться город, стоящий на вершине горы. Он явил свою милость. Правильно. Явил свою милость. И мы должны это рассказать другим. Потому что люди пустое рассказывают друг другу. Пустое. Как он что-то там в саду у себя сделал, кого что-то обманул или еще что-то. Это все дьявольские дела. Мы должны рассказать, как Бог действует в нашей жизни. Не пить. Правильно. Правильно. Господь говорит, будьте святы, как я свят. То есть, если Господь сказал, что мы можем быть святы, значит, мы можем быть святы. Если мы не святы, можем. Господь, значит, мы сами не хотим просто. И за это ответим. Правильно. Правильно. Правильно, дружище. Дружище. Это. С тобой приятно, дружище, пообщаться. Я пойду, дружище. Дальше. Я с людьми на творческие еще темы общаюсь. Ты меня прости, дружище. Ладно? Давайте с Богом. Заходите на наш канал, подписывайтесь. Хорошо. А я скопировал, я потом в YouTube зайду. Обязательно. До свидания, дружище. Не могу. Что-то у вас плохо видно? Здорово. Что-то лицо вообще не видно, сбоку оно как? Камеру может подвинуть надо? Да нормально так. Ну а что скрылись-то? Вот я открыт перед вами. Ничего меня видно хорошо. А вы-то вас вообще не видно. Я с хохлами разговариваю. Да я не хохол вы не бойся. Да я понял, но просто... О, приемы. Ну что, каличи? Здорово, гутирявый. Что, дым в голове? Дым в голове у тебя. Зачем в себя дым в голову вгоняешься? Зачем тебе? Чтобы раскумарило. Ну ты... Раб какого-то дыма. Зачем тебе это надо? О, ты что? Ну а зачем тебе? Человек, представляешь, создан образ божий, и ты его портишь. Зачем тебе это надо? Класс. Здравствуй. Что-то не видно, выходи там из тьмы. А что? О, Рахмаз. А почему ты не броишься? Я мужчина? Честно, что ли? Я мужчина, а вы почему и бреетесь-то не бреетесь? А где нам бреетесь-то? В сарайке? Вам сколько лет-то? Десять. А тебе? У вас плохо видно, просто не пойму там мальчик, девочка, не могу понять. Мальчик, мальчик или девочка? Девочки. Ну мне почти 30 лет уже. Ну бог создал так, что мужчина иди с бородой, а женщина без бороды. С бородой. Раз, два, три, паровозик, Девочки, вы в бога верите? Че? В бога верите, в бога? Я дочь сатаны. Не слышно, что вы сказали сейчас? Я дочь сатаны. Нет, дорогая, ты не дочь сатаны, ты дочь бога, тебя господь создал. Не сатана. Сатана никого создать не может. Ты исповедующая, я не исповедующая, поэтому до свидания. О, ты, че? В подъезде сидите сидите? порода-то. Вы только не материтесь, не материтесь. Ну ладно, ладно, ладно. Не материтесь, зачем вам материться? Вас, вы в плохом свете пристанете, на канале в видео будете, зачем вам это надо? А, ты видео снимаешь? Конечно. А можно, можно посмотреть, а какой канал, когда видео выйдет? Ну, как могу, и можно будет завтра, послезавтра выложить. Видеоканал, 42 миллиона просмотров. А ты кто? Ты че? Мы проповедуем. А как называется? Напиши в чат. Канал называется вот так. 42 тысячи подписчиков, 42 миллиона просмотров. А, вот так вот, и че вы, получается, снимаете чат рулетку? Мы снимаем, ну как снимаем, хорошее общение получается с людьми, мы проповедуем про Бога, рассказываем, чтобы люди правильную жизнь вели, не грешили, не матерились, не курили. Через, через видео передам привет двум людям, можно? Передавайте. Алина Деточкина, здорово, и еще, ну, еще кому? От кого? И Саша Машкина. Это друзья мои. Хорошо. Чтоб, чтоб видео показать, а как видео будет называться? Будет называться Благовестие в чат рулетки. Ну, обязательно лайк поставьте. Подпишитесь на канал, посмотрите. Я подписываюсь. Если вы будете там смотреть, там 16 тысяч роликов, там столько полезного для жизни вы найдете. Как правильно жить, как правильно общаться с людьми, жениться, как правильно искать себе вторую половину, как Богу угождать. А у вас есть вторая половинка? Да, я женат. Конечно. А, да. А дети у вас есть? Детей нет. А вот Бога верите? Мы не то, что верим Богу, мы Его проповедуем, чтоб люди жили по-божески. Вот в этой книге есть вся воля Божия написана. Если у вас такая дома книга есть, обязательно ее читайте. И живите по ней, потому что по ней будет судить Бог мир. только по этой книге будет Бог судить мир. Потому что там его слово сказано, Божье. Вы смотрите, есть самая большая опасность для людей вашего возраста, которая сейчас есть. Это никогда этим не занимайтесь, никогда не смотрите порнографию и не рукоблудьте. И, второе, никогда не играйте в компьютерные игры. Это то, что губит миллионы людей сегодня. Миллионы. Они в церковь потом зайти не могут, час стоят, у них вовморок падают. Я это все лично видел и знаю. То есть, бесноватый становится человек. Не играйте в компьютерные игры никогда. Не занимайтесь этими делами. Занимайтесь, ходите в церковь, читайте книги, слушайте с родителей. То есть, можете играть, заниматься спортом. Но вот такими делами, как курить, пить, материться, воровать, лгать, никогда не занимайтесь. Это гибель для души. Вы просто погибнете, как душа ваша погибнет и станет она мерзкая. То есть, у вас будет на всякую грязь. И вот смотрите этот канал, и вы там много чего полезного можете найти. Любые вопросы можете задавать, по скайпу, выйти. Вот если вы, вас, Окей, хорошо, мы будем. Вас три человека, да, вы можете по компьютеру выйти по скайпу, вот на, вот этот я сейчас вам скину, вот этот ведете. Любые вопросы, любые жизненные вопросы вам дадут ответ. Любые. Как спасти свою душу. До встречи. С Богом. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы пьяные, что ли? Ну, я пьяный, но в соображении. Ну, нет. Написано, пьяницы царствия божьей не наследуют. Так что, вам лучше бросьте это делать. Не надо этим заниматься, не пить. У меня других темы есть. Как бы, религия исламская, которая помогает всем. Вообще, больно, реально. Своему бы желанию приходит к слабской религии. А они же садят, как же похуй все много. Мир вам. Мир вам. Вопрос вам можно задать? Ну, я думаю, это, только не это, не на Аль-Каиду, там, не ИГИЛ, ладно, что-нибудь, на вроде этого не надо. Какой Аль-Каида, ИГИЛ? Мы проповедуем Христа распятого и воскрешу. О, не, мы не проповедники. Нет, это мы проповедники. С миром вам. С миром вам. Здрасте. Как дела? Слава Богу, у нас дела. Мы верующие, мы верующие. Веста распятого и воскрешего, и другим воскрешего. С миром. Что разделся? Обезьянки, футболы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.